С Казахстана я начну. Там ответили, может ли Россия привлечь ОДКБ к войне против Украины. По словам представителя МИТа и БЭКа, Смадиярова, Казахстан уважает территориальную целостность государств, их суверенное равенство и мирное существование в соответствии с международным правом и уставом ООН. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, добавил Смадияров. Михаил, сможет ли Россия привлечь кого-то из состава стран ОДКБ, не из состава стран ОДКБ для участия в войне в Украине, не только как территорию, как Беларусь, но и полноценного участия их техники, их кадрового состава? Ну, смотрите, если судить по прошлому результату, в восьмой месяц войны за все это время, все, что смогла Россия, это две вещи. Она смогла купить иранские дроны и, как вы уже отметили, использовать территорию Беларуси. Все, это все, что им удалось. При этом, заметьте, даже купить, то есть просто купить оружие у третьей страны, она смогла только у Ирана, только у страны из Гоя, страны, которая объявлена страной-террористом официально в Соединенных Штатах Америки. И даже Северная Корея, которая, казалось бы, ну уж такая же страна-изгой, которая, казалось бы, ну что терять Северная Корея? Но Северная Корея подчеркнула, что она не поставляла оружие Российской Федерации и не будет поставлять. То есть это же говорит о легитимности самой России. Ну, может ли там, не знаю, Индия продать оружие Бразилии? Ну, очевидно, что может, почему нет? А вот россиянам больше не продают оружие. Поэтому я... Да, дальше Казахстан. Казахстан с самого начала, с первого дня, кстати, был буквально одной из первых стран, которая официально заявила о нейтралитете в отношении этой войны. Это было официальное заявление, такое было большой редкостью. По-моему, это было первое заявление о нейтралитете вообще с начала нашей войны. Ну, а дальше уже такая длинная история отношений, которая началась, наверное, на экономическом саммите в Петербурге, где президент Касым Жамар Такаев прямо высказал Путину, что никакого признания, никаких квазиреспублик, как он назвал. В общем-то, плюнул Путину в лицо. Ну, а дальше уже был апофеоз, когда председатель Китайской Народной Республики Си приехал в Казахстан специально ради Путина, я думаю. Ну, причем Путина там не было, но там был Си. И сказал, что Китай является гарантом территориальной целостности и суверенитета Казахстана. Таким образом, фактически, забрав Казахстан из-под российского влияния, ну и забрав его де-факто, давайте, из ОДКБ. Поэтому нет, конечно, никого они привлечь не могут. Есть единственный шанс у них пока, единственный, он сохраняется, к сожалению, это Беларусь. Очевидно, что на Лукашенко оказывается просто беспрецедентное давление. Я не знаю, как Лукашенко, например, на прошлой неделе оказался в Абхазии. Возможно, он оказался там вообще без своего согласия в этой Абхазии. Тем более у меня в качестве такого косвенного доказательства есть то, как, собственно, официальный сайт президента Беларуси, но он как бы не президент Лукашенко, мы понимаем, что он самопровозглашенный президент, но сайт так называется. Так вот, на этом сайте освещался этот визит в Абхазию. И там не было написано, что это визит Лукашенко в Абхазию. Лукашенко проехал по берегу, что-то там, по восточному берегу Черного моря. Вот такая, так называлось это. Проехал по восточному берегу и встретился с таким-то, таким-то, тоже назван человек просто по имени, тот, который себя называет президентом Абхазии. Понятно, что сумасшедшее давление. И, наконец, сегодня, вы знаете, апофеоз, я считаю, тоже, заявление Лукашенко. Он объявил мобилизацию сегодня в Беларуси, вы знаете. Но он объявил мобилизацию на сбор урожая. Он сказал, я объявляю мобилизацию на сбор урожая, все должны поехать собирать урожай, студенты, работники государственных предприятий, все должны ехать собирать урожай по 5-6 часов в день, это, говорит, никому не повредит. Но это о чем говорит? Я думаю, он пообещал Путину мобилизацию, а сейчас играет дальше своего дурачка. Ну как, вот же, Володя, ты ж пойми, я ж за, я ж за мобилизацией, вот она. Но нам же урожай же тоже нужен. Мы же будем вместе, вот и Россию будем кормить, и армия наша кормить будет. Поэтому нет шансов у России, ни на кого нет шансов. Как долго Лукашенко сможет отпираться, вот наш взгляд, и есть ли какие-то, наверняка же есть, рычаги управления у Путина Александром Григорьевичем? Ну, во-первых, сегодня у Путина уже нет особо рычагов управления Российской Федерации, поэтому какой же там Александр Григорьевич, ну вот если лично про Путина говорить. Другое дело, что есть государство Российской Федерации, оно, естественно, имеет действительно рычаги давления на Лукашенко, финансовые, в частности, рычаги, да и военные рычаги. Но, мне кажется, тут надо исходить из принципа, если человек смог 7 месяцев, причем самые напряженные 7 месяцев, если честно, я думаю, что давление на Лукашенко, оно слабеет сейчас, а не усиливается в том смысле, что ну все уже, ну что уже с него возьмешь. И, конечно, если бы он присоединился к агрессии тогда в марте, если бы он бросил свои войска под Киев, то, наверное, нашим вооруженным силам Украина было бы очень трудно. Это была бы большая проблема, как сегодня уже признает наша военная команда, ну, хорошо, офис президента, что все висело на волоске, тогда Киев висел на волоске, а представьте, еще 15 тысяч белорусов бы приехали. Но тогда Лукашенко этого не сделал, поэтому вероятность того, что он сейчас присоединится к проигравшей, по сути, войну Российской империи, чрезвычайно мала, и я уже не верю, что при живом Лукашенко, подчеркну, при живом Лукашенко, белорусская армия присоединится к этой войне. Но у Кремля вот есть вариант, который я сейчас этой фразой фактически озвучил. Продолжение следует...